В Москве может появиться Центр славянской культуры. На территории Данилова монастыря состоялось заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России по культуре, науке и образованию. Заседание возглавили митрополит Калужский Боровский Климент, председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви, и председатель Комиссии Парламентского Собрания Николай Петрович Бурляев. Подробности в следующем сюжете. К участию в заседании Комиссии Парламентского Собрания приглашены представители Постоянного Комитета Союзного Государства, Русской Православной Церкви, Министерств культуры и образования Республики Белоруссии Российской Федерации, деятели культуры и искусства. Открывая заседание, председатель Комиссии Николай Петрович Бурляев подчеркнул. В связи с возрастающей мировой ролью союзного государства в Парламентском Собрании создана новая комиссия по культуре, науке и образованию, стратегически важнейшим сферам жизни нашего общества, определяющим развитие и национальную безопасность государства. На заседании были обсуждены основные направления работы и стратегии деятельности Комиссии на 2023-2024 годы. В центре внимания новые союзные проекты и мероприятия в сфере культуры, науки и образования. Была представлена информация о тех, которые планируется финансировать из бюджета союзного государства в следующем году. Депутаты Парламентского Собрания намерены создать Центр славянской культуры союзного государства. «Славяне невероятно богаты культурой. Это особая культура в этом мире, недосягаемая практически для мира. Поэтому так ценятся наши режиссеры Тарковский, Бондарчук, Михалков, Элисерф Эмир Кустурица, или белорусский Туров Виктор и так далее. Вот мы все это будем аккумулировать и показывать новому поколению шедевры, которые уже созданы этой культурой. Мы будем показывать то, на что опираясь граждане, так сказать, люди молодые будут напитываться правдой, истиной, очищаться, поскольку наш девиз огласит за нравственные идеалы, за возвышение души человека». Комиссия предложила также увеличить количество совместных белорусско-российских мероприятий. Среди новых – съемка художественного фильма «Сергий Радонежский», производство мини-фильмов о героях и выдающихся деятелях Белоруссии и России. «Это создание хора молодежного из консерваторцев, которые умеют петь все. И классику Баха, и Рахманинова, и Чайковского, и народные песни». Внимание было обращено на необходимость взаимодействия с Русской Православной Церковью. Митрополит Калужский Боровский Климент передал участникам благословения Святейшего Патриарха и уверение в поддержке усилий по развитию взаимоотношений народов союзного государства России и Белоруссии. «Русская Православная Церковь считает важным вектором государственной политики как Республики Беларусь, так и Российской Федерации популяризации духовно-нравственных ценностей, формирования любви и уважения особенно у молодежи, к своей истории, к традиции своему народу, воспитания нравственности и патриотизма». Была представлена информация о просветительских проектах издательского совета Русской Церкви, которые востребованы не только в России, но и за рубежом и могут послужить основой для новых проектов в рамках деятельности комиссии. Для активизации взаимодействия с Церковью парламентарии приняли решение направить предложение о сновместных мероприятиях в профильное министерство и ведомство Белоруссии и России. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...